Начали аппаратное совещание с экономических вопросов и обсуждение развития межрегиональной кооперации. Делегация Ульяновской области посетила Республику Калмыкия и приняла участие в экономическом форуме. Регионы договорились о расширении связей в сфере предпринимательства, культуры и туризма. Ульяновская область вошла в топ-3 регионов по числу уникальных природных объектов. Эта неделя в Ульяновской области посвящена национальному проекту «Туризм и индустрии гостеприимства». На аппаратном совещании подвели итоги развития отрасли. Регион входит в топ-20 территорий с высоким уровнем оздоровительных объектов. Буквально на днях председатель правительства подписал еще одно распоряжение о уделении 142 миллионов рублей на развитие туризма. Здесь будут поддержаны проекты, которые участвуют в конкурсном отборе. Регион готовится к началу отопительного сезона. В жилом фонде тепло появится не позднее пяти дней после того, как среднесуточная температура опустится до плюс 8 градусов. На объектах социальной сферы, в школах, детсадах и больницах отопление включат уже 25 сентября. «Завершается плановый ремонт тех огромных объемов, которые мы планировали в этом году. В целом мы заменили практически 50 километров по всему региону труб по отопительному сезону. Отремонтировали более 300 котлов на котельных. Частично меняли, частично восстанавливали их». В Ульяновской области начали формировать проект бюджета на 2024 год. Доходную часть областной казны рассмотрели еще 21 августа на заседании комиссии по бюджетным проектировкам. Предварительно доходная часть составит 69 миллиардов 211 миллионов рублей. «Исходя из объема доходной части, осуществляется и формирование расходов областного бюджета. Это заработная плата с начислениями, которая в полном объеме предусматривается. А также в расчетах на выплату заработной платы учтен новый минимальный размер оплаты труда». В числе других тем – борьба с нерадивыми коммунальщиками. Глава Ульяновской области поручил лишать лицензии управляющей компании, которые не дадут жителям тепло в срок. В группе «Риска» уже сейчас более 20 организаций. В конце прошлой недели в регионе провели «Большой субботник». Очень много сил добровольцы, активисты и ТОСы потратили на то, чтобы очистить город от остатков агитационных материалов. Губернатор отругал партии кандидатов в ЗСО за то, что заклеили Ульяновск агитками, как обоями. Чтобы привести город в порядок, пришлось потратить бюджетные средства и отвлечь от работы многих людей. Алексей Русских заявил, что эта практика не должна становиться традицией.